Капризов забил две шайбы, Владислав Наместников сделал хит-трик, Сент-Луис Блюз обменял Костина на Саморукова, ну и Александр Романов получил штраф в 5000 долларов. Вы попали на самый хоккейный канал Баттер Хокке и сегодня обсуждаем самые свежие новости хоккея. Ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, ведь на этом канале выходят новости НХЛ и КХЛ каждый день. Большое спасибо за поддержку, ну а мы начинаем. Нападающий Миннесота Кирилл Капризов набрал три очка в выставочном матче с Далласом. Они победили его со счетом 5-1, ну а Кирилл был признан первой звездой матча. Всего в нынешней предсезонке на счету россияне на 6 баллов. Ну а Владислав Наместников из Тампы набрал 4 очка в выставочном матче со Флоридой. Он забил три шайбы и стал первой звездой матча. Нападающий Коламбуса Егор Ченахов забросил шайбу в выставочном матче с Вашингтоном. Ченахов забросил шестую шайбу в нынешней предсезонке. В этом же матче против Коламбуса Александр Овечкин забросил шайбу. Они реализовали большинство. Россияне набрал третий очко в нынешней предсезонке. Ну а что думаете по поводу результатов наших ребят, напишите в комментариях. Михаил Мальцев выставлен на драфт отказов. Российского нападающего системы Колорадо может забрать свой состав другой клуб НХЛ в течение следующих 24 часов. Напомню, что в июле Мальцев подписал новый двусторонний контракт с Эвиланш на один год и 800 тысяч долларов. Сент-Луис и Эдмонтон Ойлер совершили обмен российскими хоккеистами. Нападающий Клим Костин переходит в состав Ойлерс. Ну а защитник Дмитрий Саморуков стал хоккеистом Сент-Луис Блюз. Ранее оба хоккеиста помещались на драфт отказов. Ну а что думаете по этому поводу, также дайте знать в комментариях. В НХЛ случился лучший сейф предсезонки. Джон Гибсон из Анахайма в последнем выставочном матче совершил вот такую красоту. Собственно, как-то так все это и выглядит. Ну а оцените данный сейф от 1 до 10 в комментариях. Ну и последнее новое сегодняшнего дня. Александр Романов был оштрафован на 5000 долларов за силовой прием. Как видно из эпизода, Александр Романов немножко переборщил. Ну а чисто силовой прием или нет, напишите в комментариях. Вот таким получился сегодня выпуск новостей. Сразу ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. Ну а с вами как всегда был Баттер Хокке, я надолго не прощаюсь. Пока!